Всем привет! Вы смотрите видео на ITCA, меня зовут Алексей Тараненко. Сегодня у нас в гостях самый дешевый смартфон на базе Android в исполнении Samsung. Это Corby смартфон. Corby смартфон весьма приятен внешне, компактный и удобный. Подойдет как ребенку, так и взрослому человеку. Раз уж i5500 продолжает линейку Corby, то и выглядит он соответствующе. Небольшой сенсорный моноблок, весь округлый, без острых граней. Дизайн не оригинальный, но отличающийся от других представителей семейства. Смартфонную сущность выдает надпись With Google на тыльной стороне. Корпус целиком из глянцевого пластика, блестящего и маркового. Серебристые элементы удачно разбавляют общую черноту. Получилось симпатично. В руку смартфон ложится как влитой, благодаря форме корпуса. Несмотря на глянец, выскользнуть не пытается. Расположение разъемов типичное. Наушники на верхней грани, USB сбоку, прикрыт заглушкой. Рядом с ним качелька регулировки громкости. Расположена она низковато. Во время разговора попасть на нее большим пальцем проблематично. Сборка отличная. В руке корпус кажется монолитным. Сняв заднюю крышку, получаем доступ к карте памяти. За отображение информации отвечает небольшой дисплей QVGA разрешения. Диагональ небольшая, поэтому и такого разрешения достаточно. В отличие от HTC Wildfire, в котором отчетливо видна зернистость. Для чтения и браузинга такой дисплей не слишком приспособлен. Текст мелкий, шрифты некрасивые. Аппарат работает на Android 2.1. В интерфейс внесены минимальные изменения. Добавлен док со ссылками на приложения, телефон и сообщения. Кнопки в панели уведомлений. Предустановлена собственная клавиатура, а также свайп. Вводить текст с которым одно удовольствие, даже на такой диагонали. Правда, только на английском. Пока неизвестно, будет ли поддержка русского в этой модели. С производительностью все отлично. Процессор частотой 600 МГц достаточно шустрый. Есть поддержка 3D графики. Благодаря небольшому дисплею, в тестах Corbett смартфон выглядит получше многих более дорогих смартфонов. Так что с играми проблем не будет. Из минусов отметим откровенно слабую камеру. 2 Мп без автофокуса – это как-то даже не смешно. Качество соответствующее. С музыкой же все в порядке. Играет аппарат неплохо, хотя плеер и стандартный. Есть FM-приемник. О просмотре неконвертированного видео речи само собой нет. Да и экран не располагает. Интересно, что помимо маркет, здесь присутствует и собственный магазин приложений Samsung. Функционально аппарат неплох, особенно радует производительность. Но ничего особенного здесь нет. Эргономика смартфона на хорошем уровне. Все клавиши механические, пользоваться ими удобно. Набор текста затруднен размерами дисплея. Но если поиграться со сторонними клавиатурами, можно найти удобный вариант. Для активного браузинга и чтения лучше найти смартфон с экраном побольше. Есть вопросы и к телефонной части. Качество передачи речи среднее. Еще минус. Во время разговора легко можно разблокировать дисплей щекой. Смартфон не имеет датчика приближения. Разблокировка происходит двойным нажатием на экран. А вот автономность порадовала. В сети GSM с включенной синхронизацией он работает 2-3 дня. В итоге перед нами довольно функциональный и симпатичный смартфон. Он не хватает звезд с неба, но явных проблем также нет. При стоимости около 300 долларов у него есть сильный конкурент в лице LG Optimus, который и функциональнее, и дешевле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok